Только закончив на той неделе магазин Uneskin, который находится в торговом центре Долы, нас вызывают в очередной магазин Uneskin, который мы делали два года ранее, на гарантийный ремонт. Увы, не всегда такие экстремальные работы приносят какие-то там успехи и позитивные нотки. Иногда бывает так, что тебя вызывает на гарантийный ремонт. Итак, сегодня час ночи, торговый центр в очередной раз закрыт, и мы делаем гарантийный ремонт. Хотя гарантийным ремонтом его можно назвать с натяжкой, потому что особо нашей вины здесь нету. Это работы, которые были выполнены не нами, то есть наша ситуация следующая. За моей спиной торговый центр, и в свое время за моей спиной был склад. Так вот, когда это был склад, это было неплохо, но когда он превратился в честь торгового центра, то здесь случилась следующая ситуация. Хорошо, пустиность. То есть мы имеем такую классическую трещину. Это когда идет, допустим, бетонная стена, и эта бетонная стена заканчивается, как вот в этом моменте, и от нее строители, которые строили до этого реконструкцию, поставили ОСБ. То есть мы можем видеть, вот здесь заканчивается бетон, и здесь ОСБ. Причем... Стандартная проблема, она называется несовместимость материала. То есть невозможно, если здесь бетон, то следом за ним идет ДСП или гипс. Всегда образуется такая трещина, и как правило, в таких местах всегда ставят деформационные швы. Но мы можем видеть, здесь слишком часто стоит. Это откуда получается? Ввиду того, что разные арендаторы снимают помещение, стараются оптимизировать свои расходы, и каждый раз перестраивают, зашивая, настраивая недельное капитальные предложения, потому что свои деньги в чужие стенки, ну как бы нелогично. Несмотря на то, что такие ремонты обходятся очень дорого, идеальные, увы, они не всегда получаются. Но скажу так, что из где-то 20 ремонтов, ну примерно 2-3 вот такие гарантийные ремонтики, они, увы, имеют место быть. Итак, наше решение. Подходя к стене, расшивая трещины, мы заметили одну уникальную особенность. То есть мы можем видеть, как отлично отходят белые шпаклевки, то есть мягкие шпаклевки, они практически сыпятся полностью. И как очень сложно отлетает шпаклевка вот такого зубного цвета. Так вот, это та шпаклевка, которая называется Uniflot. Пожалуй, самая дорогая шпаклевка. И наше решение, что мы не будем поступать традиционно, в этом случае мы не будем ставить сетку, потому что сетка здесь делает только хуже. Если эта панель будет рвать и внизу будет сетка, ее будет рвать отлично, как в данный момент. Если у нас сетки не будет, ее порвет ровно. И в перспективе, а ее в любом случае порвет, нам будет легче потом ее прийти и сделать ремонт, чем в этой ситуации, которая сейчас. Поэтому наше решение, мы пропитываем грунтом. Не грунтуем, а пропитываем. То есть проходим не менее трех раз. Это глубокий фасадный грунт. И потом на сплошную будем в три слоя затягивать Uniflot. Uniflot очень эластичная шпаклевка. Пожалуй, самая эластичная шпаклевка, которая существует. И когда в очередной раз, это уже, наверное, будет весной стеной, эту будут вести, то у нее больше шансов устоять, чем у любой другой шпаклевки. И вот тому пример. То есть в этой ситуации он устоял как можно лучше, чем в сравнении с другими аналогами шпаклевок. Итак, мы проходим Uniflot. Поскольку он дает усадку, то придется приходить в три этапа ее. Прокрасим и утром сдадим магазин. У нас на все проследить ровно одна ночь. Вот примерно так происходят гарантийные ремонты. Увы, какое тоже случается. Тем, кому понравился рассказ о гарантии для ремонта, ставьте лайки вверх. Жду, конечно же, комментарии. Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok